Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негай взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Александр Сергеевич Пушкин. Стих «Зимнее утро». А насколько он популярен среди жителей Артемовского городского округа, мы с вами сейчас и узнаем. Пушкин входит в нашу жизнь в детстве и остается с нами до конца. Каждый находит в нем что-то свое. Пушкин «Нон-стоп» именно под таким названием прошел открытый микрофон в детском парке Артемка, где все желающие смогли прочесть произведение Александра Сергеевича. Ты, царевна, молодой, я жених, братец мой, Отвечает месяц ясный, не видал я девы красные. Настороже я стою, только в очередь мою. Без меня, царевна, видно, пробежала, как обидно. Для кого-то Пушкин учитель, помогающий идти по нелегкой дороге в жизни. Кто-то ищет в его произведениях ответы на многочисленные вопросы. А кто-то видит в нем просто друга, которому можно поведать сокровенные тайны своей души. Что ты тих, как день ненастный, опечалился чему, говорит она ему. Княжь печально отвечает, грудь тоска меня съедает. Одолела молодца, видеть я б хотел отца. У каждого возраста свой Пушкин. С ранних лет мы читаем сказки, учимся отличать добро от зла и жестокости. Разве не просим мы царевну не есть ядовитое яблоко, зная, что она все равно его съест и заснет на долгие годы. Что ты знаешь о Пушкине? То, что он прожил достаточно недолгую жизнь, но при этом всем сочинил очень хорошие сказки, стихи. Он был великим поэтом. Он сражался на дуэли и проиграл не потому, что он как-то неправильно что-то делал, а потому, что он не мог выстрелить. Он был достаточно добрым человеком. А какие произведения ты узнаешь? Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. В томленьях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Пушкин, ты великий поэт, который сочинял много произведений. Какие произведения ты узнаешь? В лакоморе дуб зеленый, заставит цепь над дубитом. И днем и ночи кот ученый, все ходят по оцепи кругом. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. В сказке Пушкина желанная страна и для детей, и для взрослых. Эти сказки полюбились и запомнились нам всем с самого детства. И сопровождают нас всю жизнь. Александра Сергеевича Пушкина по праву называют «Солнце русской поэзии». Он оставил огромное наследие. Его произведения учат добру и великой любви к народу и родине. Вероника Климова, Иван Петров, Егор Бандаренко, Артемовские новости, телеканал Лента.